Здравствуйте! Сегодня мы продолжим тему идентификации лекарственных веществ с химическими реакциями. Нами сегодня будут рассмотрены общие реакции на катионы, натрия, калия, кальция, магния, цинка и бария, а также общие реакции на анионы, хлоридов, сульфатов, бромидов, яйдитов, карбонатов, гидрокарбонатов, нитратов и нитритов. Когда мы говорим о подлинности вещества, то мы понимаем соответствие анализируемого образца наименованию, который поступил на анализ. Для анализа используют у нас общие реакции на подлинность. Это будет химический метод выявления функциональных групп анионов или катионов, которые идут с одинаковыми аналитическими эффектами вне зависимости от остальной части молекулы вещества. Общими они являются потому, что многие лекарственные субстанции и готовые лекарственные формы содержат одни и те же катионы и анионы или функциональные группы в составе органических соединений. Результаты испытания устанавливают по характерным признакам. Это появление осадка, окрашивание, запаху, выделение газа или по исчезновению какого-либо характерного признака исходных продуктов. Для достоверного проведения испытания в методике должно быть указано следующее. Первое. Это навеска анализируемого вещества. Она приведена с учетом предела обнаружения. Ее взвешивают с точностью до сотых долей грамма. Количество реактивов. Они тоже даются в соответствии с указаниями в общей фармакопийной статье реактивы. Также дается порядок проведения испытания и обнаруживаемый аналитический эффект. Если для анализируемого вещества существует какая-то специфическая реакция, то ее методика будет указана в частности в фармакопийной статье. Также не стоит забывать о том, что для обнаружения катионов и анионов необходимо привести вещество в ионное состояние путем растворения в воде или с использованием предварительной обработки. Так, например, оксицинка в воде не диссоциирует, поэтому его предварительно растворяют в соляной кислоте для получения хлорида цинка, который легко диссоциирует в воде. Перейдем к реакциям подлинности на катионы. Начнем с алюминия. Около 15 мг лекарственного средства растворяют в 2 мл воды. А к полученному раствору или к 2 мл воды, приготовленному, как указано в фармакопийной статье, прибавляют 0,5 мл флористой водородистой кислоты, разведенных в 8,3% и 0,5 мл реактива тиоацетаамида. Осадок не образуется. Затем по каплям уже прибавляют натрия гидроксиды в раствор и образуется гелеобразный белый осадок, растворимый при последующем прибавлении натрия гидроксида. Постепенно затем прибавляют хлорид аммония и снова образуется гелеобразный белый осадок. Гиоацетаамид в кислой среде гидролизуется с образованием газообразного серого водорода. Преоделение катиона аммония. 1 мл соли аммония нагревает 0,5 мл гидроксида натрия. Затем выделяется аммиак, который обнаруживается по запаху или по синению влажной красной лакмиссовой бумаги. Но нужно учесть, что растворы соли аммония в зависимости от их концентрации образуют с реактивом Несслера желто-бурый осадок или желтое окрашивание. Катион висмута определяют при взбалтывании лекарственного средства с 3 мл хлористой водородной кислоты. Затем фильтруют и к фильтрату добавляют сульфид натрия. Образуется коричневатый осадок, который при прибавлении концентрированной азотной кислоты растворяется. Железо закисанное двухвалетное определяет при добавлении к соли железа хлористой водородной кислоты и одного калия феррицианида. Образуется синий осадок. Для определения ионов калия к раствору соли калия прибавляют винной кислоты, раствор ацетата натрия, спирта 96% и встряхивают. Постепенно образуется белый кристаллический осадок, который растворим в разведенных минеральных кислотах и растворах гидроксидов щелочных металлов. Для определения ионов кальция растворы соли кальция смешивают с аммонием и к салатам. Образуется белый осадок, который не растворим в уксусной кислоте, но растворим в разведенных минеральных кислотах. Для определения ионов магния к соли магния прибавляют хлорид аммония, раствор аммиака, раствор фосфата натрия до образования белого кристаллического осадка, который растворим в разведенных минеральных кислотах и уксусной кислоте. Ионы натрия определяют, прибавляя к соли раствора натрия раствор калия карбоната, затем нагревает его до кипения, осадок не должен образовываться. И далее уже к раствору прибавляют раствор пироантимоната калия, который нагревает до кипения, охлаждает в ледяной воде и при необходимости потирает внутренние стенки пробирки стеклянной палочкой. Должен образоваться плотный осадок белого цвета, который характеризуют ионы натрия. При определении ионов цинка к нейтральному раствору соли цинка прибавляют натрия сульфид. Должен образовываться белый осадок, который нерастворим в уксусной кислоте и легко растворим в хлористоводородной кислоте. Также еще существует другая методика, которой к соли цинка добавляют калий ферроцианид. И образуется белый осадок, нерастворимый хлористоводородной кислоте, разведенный на 8,3%. Идем к реакциям подлинности анионов. Начнем с нитратов. Для того, чтобы определить нитраты, к лекарственному средству добавляют две капли раствора дифениламина. И должно появиться синее окрашивание. И дифениламин должен находиться в серно-кислой среде. Нитраты ионы не обеспечивают раствор калия перманганата в отличие от нитритов. Поэтому вы должны знать эту разницу. Для определения сульфата ионов к раствору сульфата прибавляют хлорид бария. Должен образоваться белый осадок, который нерастворим в разведенных минеральных кислотах. Или должен еще образоваться такой резкий запах. Вторая методика для определения сульфатов основана на прибавлении хлорида бария, который образует белый осадок, растворимый хлористоводородной кислоте, разведенный в 8,3%. Это в отличие от сульфатов. Осадок сульфата бария не растворяется в хлористоводородной кислоте. Методики впервые введены в Государственную армакопию 11. Продолжение следует...